Так, коллеги, всем добрый день. Мы потихоньку начинаем начинать. Ждем Юлю. Я тут, меня слышно? Юля? Да, я тут. Да, привет. Привет, привет. Давай будем понимать, слышно ли, видно ли нас. Коллеги, кто есть в чатике и в эфире, маякните нам, пожалуйста, что мы на горизонте. И что нас хорошо слышно и видно. Ребята, поставьте плюсик, если вы нас слышите и видите. Может, в чате писать нельзя? Подожди. Нет, в чате. Можно. О, ура. Да. Да, все. Окей. Ну что, давайте начинать, коллеги. Всем добрый день, утро, вечер. У кого какой день, мы точно не знаем. Сегодня у нас совершенно необычные сценарии. Мы пару недель назад, когда в целом все только, скажем так, начиналось, поговорили с разными городами и даже странами о том, что происходит в индустрии сейчас. Да, две недели назад. Запаслись, так сказать, в принципе, пониманием того, что сценарий Европы и сценарий Америки в нашей стране может повториться. Уже две недели мы каждый день с вами в 13.00 решаем совершенно разные задачи от каких-то очень узких, да, юридических вопросов про то, что делать по зарплатам сотрудников. Каждый понедельник и в прошлый раз, в прошлую неделю-вторник с нами юристы. Каждый раз у нас меняется ситуация, причем настолько, что только мы отвели эфир, у нас получается, и уже какая-то есть новая вводная информация. Поэтому, собственно, вектора направления у нас сейчас ровно два. Первое, да, мы совершенно осознаем, коллеги, ситуация, в которой мы находимся, это ситуация, в которой мы находимся. Уже в целом то, что случилось, то случилось. Поэтому уже с прошлой недели, а именно с пятницы мы взяли вектор, да, такое направление на то, что же мы с вами будем делать, что же мы с вами будем делать, когда будем выходить из этой, ну, такой довольно тяжелой ремиссии. Соответственно, второе направление, да, собственно, мы как раз все же каждый день с вами, да, каждый день с вами будем решать текущие задачи, как только они возникают, появляются, вы совершенно точно можете найти нас в любых Facebook, Instagram, вообще в любых пространствах соцсетей. Вы можете с нами решать непосредственно прямо напрямую какие-либо задачи. Давайте все вместе, да, собираться и обсуждать то, что нас волнует, то, что мы хотим делать. Итак, собственно, третье направление, в котором мы движемся, коллеги, мы собираем наши антипризисные сценарии и упаковываем их в то, что же мы будем с вами делать дальше. В какую индустрию мы придем через месяц, два, три, да, то есть с какой неизвестностью и с какими вводными данными сейчас мы можем уже работать. Поэтому вы видите на экране наше мероприятие, оно пройдет вместо оффлайн Сколково, кто у нас был, знает, да, что мы традиционно проводим мероприятие весной. И 24-25 апреля мы все, что можно сделать онлайн, сделаем с вами онлайн. 24-го апреля у нас будет интенсив для тренеров, а 25-го апреля для, собственно, всех тех, кто работает в индустрии, собственники, директора подразделений, ропы, генеральные директора, управляющие, коллеги, бесплатное участие. Ссылки все наверху. Итак, давайте начинать. Я, прежде чем начнем, знаешь, хотел какую штуку еще проговорить. Вот почему мы, собственно, сейчас уже начинаем говорить о том, что пора думать о том, что делать. Поприветствую, собственно говоря, я тоже всех участников, нас уже 120 человек, я думаю, что нас будет 200. Вот, друзья, вчера была отловлена очень интересная штука. Это пост Дмитрия Сидорина, это человек, который занимается аналитикой всех трендах того, что происходит во всех этих наших с вами интернетах. И коллеги отловили одну очень интересную штуку. Вот если какое-то время назад количество упоминаний в сутки терминологии коронавирус было вот примерно вот таким вот числом, да, 91 миллион, то по состоянию на вчерашний день эта цифра, ну, вот, начинает там постепенно каким-то образом снижаться, да, на 55%. И ребята пишут, что число упоминаний о недуге пошло на спад от полутора миллионов публикаций в пике в час до 600 тысяч, 800 тысяч в пике. То есть это означает, что наше прекрасное народонаселение уже, а, будучи сидевши дома, сидя дома, и, б, находясь на самоизоляциях или еще каких-то карантинах, оно устает уже от этой темы и начинает каким-то образом реагировать на другие, собственно говоря, раздражители. И мы сейчас будем проверять гипотезы. В пятницу у нас будет отдельный вебинар именно про сценарное планирование о том, надо ли уже сейчас форсить и что можно сейчас форсить, да, именно какие информационные посылы связаны с вашей аудиторией. Применительно на наш бизнес, на фитнес-бизнес, эту гипотезу можно озвучить и необходимо проверить относительно той собранной вами аудитории трафика, что аудитория больше начинает впитывать альтернативную коронавирусную вот этой всей информационной атаке информацию. Это, что называется, из хороших новостей. Ну, а мы, собственно говоря, хотим сегодня поговорить с коллегами о том, что происходит в городах. Мы, во-первых, я хочу поблагодарить, собственно, всех тех ребят, которые будут с нами сегодня выходить в эфир. Мы еще отдельно скажем, но отдельно хочу поблагодарить всех тех, кто поддерживает наши эфиры, смотрит, слушает и делится с нами информацией. Восемь экспертов, да нет, не восемь, Юль, двенадцать же их у нас будет, если пары взять, коллег, которые парами у нас будут выходить, у нас несколько тандемов будет. И мы, собственно говоря, начинаем потихоньку. Я сейчас буду подключать… Представь, Юль, пожалуйста, представишь? Не рядом у тебя? Юля Ратникова у нас сейчас будет, коммерческий директор сети клубов Orange Fitness из прекрасного Прекраснодара. Юль, я тебе отправил приглашение. Можно, собственно говоря, подключаться к нашему прекрасному чату и пробовать выходить в эфир. Ждем, пока мы Юлю. Пока мы ждем, здесь вот у нас даже уже появляются комментарии. Юля, добрый день. Всем привет. Да, вот Илья Савельев у нас здесь прокомментировал по поводу того, что перестали упоминать, потому что стали говорить другие слова. Но мы исклонны к такой официальной статистике, может быть, есть что-то и на эту тему неофициально. Юль, добрый день. Как вы дела? Да. День добрый. Хорошо меня слышно? Да. Юль, вас слышно. Вы нас слышите? Да, слышу. Привет всем. Привет. Спасибо большое за приглашение. Юль, давай. Да, расскажи, пожалуйста, в двух словах, собственно говоря, наверное, вот так вот построим первый вопрос. Вот если взять клуб, который закрыт, да, клиенты не ходят, клубов несколько у вас, можно взять один, можно либо про всю сеть там, понятно, отмыли, отдраили. Два вопроса. Первый. Над чем, над какими процессами вообще сейчас, какие процессы поддерживаете в клубе, что живо, что остановлено, и над чем сконцентрирована ты как руководитель, над чем бьешься, над чем работаешь, из чего свой день строишь, день руководителя? Ну и в двух словах, как Краснодар вообще в целом проживает? Краснодар, как ты любишь говорить, прекрасно дар, пошелает хорошо, 15 градусов, солнечная погода, не хватает только возможности выйти на улицу и насладиться погодой, потому что тотальный карантин и строжайшие проверки на улицах, все машины только с пропусками, штрафы и патрули, и это действительно немножко пугает. Все действительно в большинстве своем находятся дома, и настроение так довольно сложное, потому что я и большинство моих друзей, знакомых, это люди, которые ведут очень активный образ жизни, привыкли все время двигаться, и для них, конечно, находиться дома в такой строжайшей изоляции, это, ну, трудно дается. Стресс, как минимум. Да, как минимум стресс, но возвращаясь к первой части твоего вопроса, что сейчас происходит и что мы делаем, с первого дня, как только было объявлено о закрытии клубов, это было 26 марта, то есть мы уже две недели полных сидим дома, мы все свои усилия сконцентрировали в двух направлениях. Первое направление – это онлайн. Что нам сделать и как нам сделать, чтобы выйти в онлайн, чтобы продолжать дарить клиентам нашу любовь, чтобы доносить до них то, как мы искренне страдаем от того, что клубы закрыты, как нам важно быть с ними на связи. Наш прекрасный фитнес-департамент все силы положил на то, чтобы организовать онлайн-тренировки, и буквально с первого же дня мы запустили на нашей странице в Инстаграм отдельное расписание, которое поддерживаем каждый день. Три-четыре эфира в день мы проводим онлайн-тренировки для клиентов. Из дома вы входите в эфир или из клуба? Хороший вопрос. Первые дни пока еще не было строжайшего карантина. Тренеры вели это из клуба, и это, конечно, немножко привычней, но когда запретили выходить из дома, многие наши ребята нашли возможность проводить эфиры из дома. Это очень мило. многие воспринимают это по особенному тепло, что даже в своем домашнем мире, в своем кругу мы находим время и возможность поддерживать наших клиентов, мотивировать их, вдохновлять. Мы получаем огромное количество благодарных отзывов. И что приятно, то, что мы сейчас видим, это появление в наших рядах новых адептов. Это люди, которые с нами раньше не тренировались, но увидев наших тренеров на тренировках, то, как они проводят, то, как они зажигают, они говорят, о, Orange Fitness. Неплохие ребята, надо подумать, может быть, это то, что мне нужно. И здесь, как нельзя кстати, приходит на ум мысль, что когда дует ветер, нужно не стены строить, а паруса поднимать и, не знаю, мельницы заводить. Потому что, действительно, несмотря на абсурдность и трудность ситуации, это прекрасная для нас возможность показать, на что мы способны, поддержать тех, кто с нами был и остается, и привлечь внимание новых клиентов. Юль, скажи, пожалуйста, вот кроме взаимодействия с командой, вы, ой, кроме взаимодействия тренер-команда в рамках расписания вот этих тренировок, вы проводите какие-то внутренние, не знаю, можете учите чему-то? Я знаю, что вот коллеги из сетки в Екатеринбурге в одной, они фигачат друг другу, устроили там разное всякое обучение. То есть собирают там тренерские команды и учатся. Я уж не знаю, чему они учатся, но у них там чуть ли не внутренняя академия какая-то организована. И во Владимире у нас тоже, ребята, вот атмосфера, какие-то прям семинары проводят, в общем, что-то прям такое запилили. Вот вы с командой каким-то образом работаете, помимо, собственно, тренировочных процессов? Классный опыт, который ты назвал. У нас дело в том, что есть свои запланированные активности, связанные обучению, но они системный характер носят. То есть чего-то такого спонтанного, насколько я знаю. Специально не делаете. Специально не делаем. У нас просто были запланированные обучения для персонала, ну, разного уровня. И мы с этими людьми продолжаем работать просто онлайн. То есть мы перенесли наши плановые обучения в онлайн. Может быть, даже больше более расширенным составом. Те, кто не могли или не планировали прийти, они приходят. Мы это проводим. Ну, то есть первая часть активности – это все вывести в онлайн, насколько возможно, сохранить процессы. Я вижу ребят... Ты не боишься, что аудитория... Вот у нас мелькает иногда у меня в изнанке мнение, что типа аудитория сейчас привыкнет к онлайну и потом не будет возвращаться, что мы потом их замучаемся вытаскивать обратно. На мой взгляд, совершенно здравое опасение имеет место. Было бы сейчас лукаво сказать, что нет, мы не волнуемся, все придут. Конечно, есть люди, которые говорят, что я не хочу так тренироваться, я вообще не чувствую кайфа, не понимаю этого. Я приду, когда круп откроется, и даже сейчас на персональные тренировки меня не приглашайте, все равно это не то. А есть те, которые действительно словили от этого кайфа. Слушайте, Юль, а ты... Алло, Юля. Да, 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 я вас... Во, все. Не-не-не, потому что Юля, я смотрю, вопрос какой-то хочет задать Бабошина, и как будто ее не слышно. Да, да. Ты говори так, погромче так это. Ах! Слышно. Коллеги, ну тут у нас уже задают этот вопрос, Юль, чтобы мы не ушли далеко. По поводу, первое, эфиры у вас для всех, или есть какая-то закрытая группа для клуба в каком-либо приложении? Как это происходит? Да, я с удовольствием расскажу. У нас сейчас четыре основных вида активности, которые мы вывели онлайн, и всю рекламную кампанию клуба сейчас полностью перестроили и направили на, ну, соответственно, другое семантическое ядро. Это все онлайн-запросы, онлайн-тренировки. Значит, первое, это прямые эфиры. Они открыты для всех, абсолютно. Мы транслируем это всем жителям города, мы договариваемся с администрацией о том, что они выставляют наши линки на приглашение людей на бесплатные тренировки. Мы все время слушаем обратную связь, корректируем расписание. А добавьте детские тренировки, пожалуйста. А добавьте там, не знаю, больше йоги, больше растяжки. Тренеры кто-то попробовал себя, например, говорит, мне не очень комфортно, мне не очень получается. А кто-то, наоборот, говорит, блин, да я вообще всю жизнь мечтал, меня так здорово, так заходит, меня люди воспринимают. И мы меняем и подачу, и условия. Вторая активность – это персональные тренировки. Буквально на второй или третий день, спасибо нашим айтишникам, они помогли все классно организовать, мы ввели персональные платные тренировки. То есть первое направление – это бесплатная, доступная всем. Второе направление – это персональные тренировки. Люди, кто тренировались, и у нас даже есть, кто раньше с нами не тренировались, посмотрев на наших тренеров, переходят на их страницы, с ними коммуницируют. А сколько стоит тренировка, и как оплачивается она тренера? Тренировка стоит… Персональная тренировка стоит 500 рублей, оплачивается она на условиях 60 на 40. 60 на 40. А вот эти эфиры, которые проводятся бесплатно, не оплачиваются? Честно сказать, я боюсь соврать, тут больше знает наш фитнес-директор. Если я не ошибаюсь, то да. Ну какая-то, наверное, логика там заложена. Скажи, пожалуйста, вот твой фокус контроля как руководителя, как менеджера сейчас прежде всего, ну грубо говоря, разделить на АБЦ, 80% это твое все сейчас и все остальное. Вот ты над чем сейчас сосредоточена? Две вещи у меня сейчас в фокусе внимания. Первое – это, конечно, сотрудники. У нас есть внутренняя страница инстаграмная, на которой мы там отмечаем день рождения сотрудника в клубе. Ну в смысле не его день рождения, а сколько лет и дней там он работает в компании, где мы делимся какими-то интересными идеями, мыслями, направлениями. Я сейчас понимаю, что эта страница требует гораздо большего внимания, чем обычно. То есть поддерживать, мотивировать, вдохновлять не только наших клиентов, но и, наверное, в первую очередь сотрудников, потому что они потом уже это транслируют к своим клиентам, и они это передают в том формате, как они это переживают. Если они в стрессе волнуются о своем будущем, о том, что их ждет, и о том, как им жить дальше, то они все это говорят и транслируют эмоционально, и там вербально, невербально клиентам. А если они чувствуют какое-то вдохновение, какую-то веселость, какую-то передачу каких-то эмоциональных импульсов, таких важных, то им спокойнее, и они видят, что руководство себя чувствует, ну, насколько возможно в этой ситуации уверенно, показывает им, что бывают трудные времена, но очень часто на нашей странице звучит эта фраза «Мы команда, мы пройдем это вместе, нам всем трудно, кому-то труднее, мы должны больше ему помочь». Кто-то себя чувствует увереннее и спокойнее, и он может свое это спокойствие распространять на всех и транслировать. И второе, что в моем фокусе внимания, это все, что сейчас связано с коммуникациями с клиентом и все рекламные кампании. Здесь есть процессы, которые чаще всего проходят настолько отработаны, что ты не уделяешь ему внимания совсем. Ну, вот, например, у нас есть email-рассылка. Она спланирована там на два месяца вперед, прописаны статьи, и вся база наших клиентов получают классные статьи о здоровом образе жизни. И в какой-то момент там, на какой-то день карантина, я думаю, господи, что у нас там вообще, какие у нас там статьи идут, они же были все заготовлены, еще с учетом, когда не было... Поменяли? Да, срочно давайте менять. Потом, например, у нас такой процесс идет, мы с колтачем отрабатываем систему автоматических WhatsApp-сообщений. Ну, там, кроме поздравления с днем рождения, уведомления, что у человека заканчивается карта, и он может получить лучшую цену. То есть у него открылся... Ну, то есть сервисные какие-то вещи, которые бросаете... И они идут... Именно так. И они идут, ты об этом не задумываешься. И потом в какой-то момент мы получаем там от клиентов прям, ну, директ разгневанное сообщение. Вы что там с ума сошли? Вы же сказали, карта заморожена. Кто вам дал право мне писать, что у меня заканчивается карта? Я в ужасе думаю, кто ему мог написать? Никто же не работает. И тут я у меня вообще аж... Мне кажется, я посидела. Я думаю, боже, да у нас же идут эти сообщения автоматически. Срочно айтишникам. Ребята, быстро давайте все отключим, кроме книги. Ну, Юль, буду перебивать, потому что мы плотно достаточно в графике идем. Друзья, две вещи Юля обозначила. Они, собственно, наверное, сейчас будут повторяться всеми нашими экспертами. Но одну штуку я хочу прямо зарезюмировать, что важно вот те процессы, которые были настроены до, до всего этого. Их корректить и поддерживать актуальными. Спасибо тебе, Юля. Вот я об этом и хотела сказать. Вот это вот второй фокус, что все переберите в голове. Все, что у вас происходило до этого, автоматически или вы это искусственно делали? То есть полностью мы переписали, подчеркну, там, все рекламные кампании начинают с семантического ядра, где у нас раньше было там тренировки в бассейне, а теперь это там онлайн-тренировки дома, самостоятельно, бесплатно. Ну, еще какие-то слова, да? Да, да, да. Юль, спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое. Привет твоей команде. Я вижу, Роман подсказывает, вот отвечает на вопросы. Коллеги, Юля и Роман остаются какое-то время там с нами, которые могут тебе позволить. Можно вопросы задавать. Юль, вот спрашивают, какие еще две активности поддерживаете с клиентами. Сейчас в чате, ладно, там покомментируй, пожалуйста, если ты его видишь. Ну, его, наверное, видно. А мы будем продолжать дальше. Юль, спасибо. Да, спасибо. Так, я пока подключаю коллег из Магнитогорска. Юль, ты представишь? А, у нас по сценарию, да, Павел? Да, мы по плану, мы попробуем. Сейчас у нас были технические сложности, но вот я Юлию пробую подключить. Итак, у нас должна быть сейчас клуба Юлия, совладелец клуба Другое измерение, и Сафронова Инна, управляющая клубом. Все верно? Да, все верно. О! Ура! Здрасте, коллеги! Здрасте, здрасте. А коллеги у нас без звука, но с картинкой. Да, вы с телефона? Юль, попробуйте отключить микрофон. Ой, только да, вот с одним микрофоном выйти. Если у вас включены всякие Bluetooth-наушники, то их можно попробовать отключить. То есть чтобы микрофон был не привязан, телефон не был привязан к Bluetooth-ам, ко всем, и не искал там нигде гарнитуры и ничего. Давайте попробуем еще. Пока коллеги подключаются, вот Илья Михайлович подсказывает, что это клуб, да, Другое измерение. Это действительно Магнитогорский клуб Другое измерение. Ему, это взрослый очень клуб, ему там больше, сильно больше 10 лет. И коллеги работают в Магнитогорске, город Моноград, в котором, ну, собственно говоря, не так все и просто. Нужно подождать, коллеги, 5 секунд еще и попробовать на камеру, да, нажать. Вот сейчас микрофон. Сейчас подождите 5 секунд и нажмите, попробуйте выйти с камеры, если все микрофоны получилось отключить. Так. Юля, здрасте. Звука нет. Да, тогда хорошо. Давайте, давай, Юль, тогда дальше пойдем. Мы, может быть, попробуем вернуться к коллегам чуть попозже тогда. Давай будем приглашать Кристину Русакову. Кристина Русакова у нас заместитель генерального директора по связям с общественностью в федеральной сети фитнес-клуба «Аджим». Кристина. «Аджим». Сейчас, да, Кристина, можно пробовать цепляться. Точно по такому же сценарию, как у нас это было с вами задумано. Так. Что у нас? Где у нас сегодня гости? Та-дам. Сейчас мы с тобой будем вдвоем рассказывать всем. Все. Кристина. А Кристина пишет, что она переходит по ссылке. Кристина, а вы внутри? Ну да. Да. И у вас в вебинаре должна появиться кнопочка «Выйти в эфир». Сейчас, секунду. Так, мы сейчас пробуем еще раз подключить Магнитогорск. Да, я активировал видео. И Кристине нужно войти в вебинар. И, собственно говоря, активировано там видео уже. Так, у нас кто-то получилось. Юля. Здрасте. Нет, вы опять без звука у нас. Сейчас тогда мы попробуем Илью Михайловича подключить, собственно говоря. Так, идем дальше. Что нам стоит? Илья Михайлович. Директор фитнес-клубов «Фитзон». Да. Сейчас мы пробуем Илью Савельева. Илья, здравствуйте. И вам не болеть. Отлично. Наконец-то у нас есть живой гость в эфире. И какие-то у нас... Живой. Рад тебя, во-первых, видеть. У нас сегодня Юг работает хорошо. Илья Савельев является директором сети фитнес-клубов «Фитзон». Это шесть клубов в южных городах. Новороссийск. Я все время тебя путаю. Хочу назвать в Новосибирск. Называю. Да, Новосибирск, друзья. Анапа, Краснодар и все, да? Пока, да, но идем в направлении дальнейших южной экспансии. Сейчас два города в работе. Прекрасно. Юль, спроси, пожалуйста, Илью Михайловичу, собственно, все те же вопросы. А я чуть-чуть подотвлекусь и помогу коллегам подключиться, которые у нас не выходили. Ну, собственно, основной-то вопрос, Илюх, на чем сконцентрированы? Сконцентрированы сейчас больше всего менеджерские усилия твои и команды. Ну, добрый день, коллеги. Всем приятного дня. Рад их видеть, слышать. На самом деле, просто скажу заранее, у меня определенный антикризисный опыт есть. Я в свое время попал в рейдерский захват клуба в Екатеринбурге. Но Илья Коноплев немножко эту историю услышал. Поэтому у меня есть опыт работы с людьми в условиях, скажем так, серьезных проблем, когда клуб закрыт, когда нет возможности туда попасть, когда нет доступа к клиентам и непонятно будущее. Поэтому на самом деле есть определенная матрица, с которой я научился работать. Ну, давайте начнем, наверное, по порядку. Расскажу без вопроса, что мне сейчас делать. Ну, естественно, мы спормировали план. То есть мы понимаем, сколько денег мы должны заплатить коллегам за остатки времени до марта. Потому что мы, условно говоря, полмесяца работаем для закрытия операционной деятельности. Аренда, коммуналка, все прочее, налоги. И лишь последние, условно говоря, 10-12 дней мы зарабатываем, как говорится, деньги для выплаты зарплаты и себе на карман. Вот. Поэтому мы четко посчитали, сколько нам нужно денег. Провели. Ну, тогда еще были открыты более-менее, скажем так, по передвижению. Поговорили с коллегами, определили суммы, которые мы им можем заплатить. Да, фиксированные причем за март, за апрель поддерживающие. И под это дело я выставил план отдела продаж. Мы запустили, скажем так, онлайн-продажи. Мы сделали на сайт кнопку, ссылку на Яндекс.Кассы. Мы договорились с курьерами, которые возят договоры после перечисления денег на карту собственника. И определили примерно через CRM возможность, кому мы можем это продать. На самом деле, по каждому клубу, вы удивитесь, получилось порядком 350 потенциальных покупателей. Это и продленцы, это и БЧКшники, и люди, которые так или иначе реагируют на рекламу в Инстаграм. Естественно, мы отключили сейчас полностью рекламу по Яндексу, по Гуглу. Сейчас у нас только реклама в Инстаграм. Я сделал карту, вы можете зайти посмотреть на наш Инстаграм, то есть сезон. Карта с активацией с 1 сентября. Все остальное время это льготный период, независимо от того, когда клубы откроют. Ну и люди стали, в общем-то, достаточно хорошо реагировать. То есть за день, в среднем, у меня менеджер продает 2-3 карты. То есть это дает нам реальную возможность заплатить людям деньги за отставки марта и за апрель. Пока мы идем в плане. По крайней мере, вот в текущем образе. Естественно, я сейчас стараюсь помогать и в CRM-системе в том числе. Есть, вы знаете, вам такая функция шепнуть. То есть я слушаю, как они с ними разговаривают. Я там со своей стороны делаю определенные, скажем так, помечания. То есть, естественно, это делают роботы. Сейчас идет обработка каждого клиента с целью человеческого маркетинга. То есть всем страшно. Мы с ними, конечно, долго разговариваем и т.д. и т.д. Но карты продаем. Люди идут на это и понимают, что это медиктирование здоровья, понимают, что это достаточно выгодные предложения. Сейчас все дисконт ушли в розыске и т.д. и т.п. Касательно всего остального, мы сейчас запустили большой цикл тех же вебинаров внутренней сети. То есть мы сейчас учим продажам, причем разбираем продажи в кризис. То есть всякие различные вещи, роботы подготовили сейчас целую программу, да, с которой мы хотели сначала по клубам прокатиться, по городам. Но сейчас мы это делаем в онлайн-режиме. Вот. Причем участвуют в этом не только продажники, но в том числе и тренеры. То есть, ну вот где-то примерно раз в два дня мы трех-четырехчасовой семинар такой проводим. После чего делается срез знаний. Нам в WhatsApp и в чаты скидываются определенные, скажем так, домашние задания. Мы смотрим, кто как реагирует. Это т.д. и т.п. Второй, третий, вернее, момент, на котором сконцентрируюсь, взяли онлайн-платформу. Скажу сразу, это GetCourse. Сейчас мы заканчиваем полностью ее наполнение с отдельным... Вы ее полностью с нуля моделируете? Да, да, да. То есть вот эту всю последовательность. Сколько курсов вы туда заводите? Мы сейчас заводим шесть курсов. Мы взяли топовых тренеров, записали целые программы по десять, скажем так, уроков. Каждый будет. Это стоит 1600. Вот. Запускается это на, в принципе, на широкий такой массовый сегмент. Вот. Более того, я эту программу хочу сохранить и в дальнейшем, после открытия клубов. Да. Вот. Это дает возможность вовлекать тех людей, которые так или иначе считают, что домашний тренинг – это всея и всего польза. Спасение, да. И на самом деле я не вижу здесь никакой конкуренции, потому что те же тренеры, они прекрасно понимают, что это другие люди, это другие возможности. И более того, более того, это все идет в записи. Я всегда могу это проконтролировать. Герд Курсом подключается к 1С. Там видны денежные поступления 1С через онлайн-кассы. Точно так же идут. Там идет списание тренировок точно так же, как и в обычном режиме. То есть я это четко контролирую. Второй момент. Мы сделали такую, но в Инстаграме просто бесплатную историю. То есть у нас каждый тренер, не каждый, но грубо говоря, наверное, один из трех, записывает небольшие уроки, которые мы выкладываем в Инстаграм. Это тоже можно посмотреть. Там формат очень простой. Маленькие видеонарезки с выполнением упражнения. Дальше идет расшифровка чего и как. Но это вот в качестве бесплатного дополнения. Тем самым мы стараемся наоборот всех тренеров сети показать и другим городам в том числе. Это есть там люди говорят, да нахрен мне этот тренер нужен, да дайте мне Машу, да я вашего тренера этого видал с Новороссийска, да и т.д. Но постепенно это накипь спадает и я хочу сказать, что начинают, оказывается, там Вася из Новороссийска абсолютно не хуже, чем Маша из Краснодара. Вот. И, кстати, я могу сказать очень интересную историю. У нас купили три карты вездеход на все города. То есть дало, да, результат определенным образом. О, я там вроде как не думал, что в Новороссийске пойдут тренироваться, но с Машей мне теперь стало интересно познакомиться. Кстати, дайте ее телефон. Слушай, а вот этот вот эффект, когда тренер, ну грубо говоря, человек, который сидит дома, но онлайн чипляется к тренеру не из города Краснодара, а из города Новороссийска, он насколько имеет, ну не знаю, значительное условие быть или это какие-то там единицы? Или есть такое? Не массово, да? Нет, абсолютно. Вот. Ну и, наверное, по-моему, я сейчас дополню, извини, что перебиваю. То есть моя главная задача сейчас сохранить костяк, да, то есть основные люди, которые у меня, ведущий тренер, у меня есть тренер, который делает 1200 персоналов в месяц, думайте, что это понятно, что там миксуются люди по 5-6 человек, но мы позволяем такое. У него есть отдельная линия, где он онлайн тренирует своих клиентов в том-таки в курсе, да, то есть там отдельный совершенно под него создан кабинет, вот, и он работает с теми людьми. Как он мне сказал, что стали подцепляться люди из других городов, которые физически к нему никак не попадут. Вот, но это идет к нам в кассу, и все, мы это пилим 50 на 50. Вот 10 числа у нас портует первый курс, мы полностью это уже сейчас заканчиваем, все это сделали. Главная была проблема, хорошо это все отснять, чтобы это имело какой-то товарный вид, мы же понимаем, что дома на какой-нибудь там Huawei снимать там третий, простите, ничего личного, да, то есть это не совсем здорово, поэтому мы там кому-то дали GoPro, кому-то там, я там лично отдал наш корпоративный 10-й iPhone и т.д. и т.п. То есть мы снимаем это в хорошем качестве, все это заливаем, может, 10 числа мы это начинаем. Супер. Скажи, пожалуйста, вот я правильно тебя услышал, что вы сейчас идете на продажи карты, у вас, в принципе, отдел продаж, какие-то вещи там работают с точки зрения поддержки таргета в Инстаграме и парковки людей на онлайн-оплаты. Да, я могу сказать сразу, но мир не без урода, да, и на самом деле есть люди, которые отваливаются, которые истерят, да, говорят, что я пойду работать технической в пятерочку, но мы относимся к этому с пониманием, вот, ну таких, слава богу, единицы. Более того, люди не хотят уходить совсем и пытаются просто найти какой-то доход, вот, кто-то, я знаю, таксичит там, кто-то там пытается продать свои какие-то услуги, другие не будем говорить об этом, да, вот. Вот это, да, на самом деле все работает. Илюх, Юля, у нее с микрофоном что-то беда какая-то сегодня, поэтому она мне пишет в чат. Не-не, она говорит, а просто у нее звук тише, она мне пишет, у меня вопрос, а я так это, у Юли вопрос. Да, да, меня слышно вот так, да? Вот, слышно. Все, супер. У меня такой вопрос. У вас, вот вы говорите сейчас, тактичные люди, продажники, да, в целом я слышу, что вы идете в плане. На данный момент, есть ли те, кто из команды отвалился? Ну, то есть, какой процент продажников у вас сейчас в команде работает? Второй вопрос. На каких условиях? То есть, сделали ли вы то, что нам сейчас говорят юристы, да, про, там, простое, про какие-то, там, сохранение заработной платы? И пока меня слышно, третий вопрос про тренеров, да, то есть, какая у них ставка в онлайн? Я могла сейчас что-то упустить. То есть, они проводят персонально, соответственно, сколько вы им платите? Есть ли у них еще какой-то доход, кроме онлайна? Ну, я об этом уже сказал, просто, видимо, надо акценты расставить. Давайте начнем с конца, с тренеров. Я сказал, что это 50 на 50. То есть, деньги, которые поступают в кассу через ГЭТ-курс, они будут пилиться 50 на 50. Это зависит от суммы, а не от количества проведенных тренировок. Это понятно. Потому что в кабинет сразу загружается 10 уроков, и человек, в общем-то, их просто получает по очереди. Там тренер уже не участвует. Это его задача сделать 10 уроков. 50 на 50. Дальше. А по поводу менеджеров. На самом деле, ну, чтобы вы понимали, у меня на данный момент 6 клубов, да, в каждом по 4 менеджера. У меня отвалилось всего 2 человека. И то, они как отвалились. Один сказал, что просто полностью перепрофилируется в другую деятельность там. Нашел себя в фермерстве, ему стало от этого очень прикольно. В фермерстве? Да. Человек дует козлов. Прекрасно. Я, кстати говоря, заинтересовался. Тоже теперь на козлов хожу и смотрю с большим интересом. Пока только смотрят. Пока да. Еще надо позвать, козел ли он. Это же надо понять. Доказать. Так, ладно. То есть, как бы все остальные, значит, по деньгам. Ну, понятно, что у них есть окладная часть. Мы договорились сейчас чисто о фиксированных суммах, чтобы мы их могли контролировать. Ситуация вот какая. То есть, условно говоря, он получает оклад. В любом случае, независимо ни от чего. Потому что план был выстроен таким образом. И вторую сумму, равную окладу, он получит за выполнение плана. То есть, мы поступили вот так. Юль, извиняюсь, третий вопрос забыл. Я старый, уже немножко у меня с головой трудно. И часто штанга по башке падала. Нормально все. Все хорошо. На все вопросы мы уже ответили. Илья, спасибо огромное. Говорят, что у вас отличное чувство юмора. Я надеюсь, что кроме чувства юмора, действительно, очень интересный кейс. Илья, давай и тоже. Да. Смотрите, мы сейчас... Я сейчас брошу в Фейсбуке Юли и Ильи ссылки. То есть, соответственно, если у кого-то есть вопросы, можно прямо, я думаю, приходить к коллегам и общаться. Это первый момент. Второй момент. Илья действительно обладает, ну, антикризисным опытом существенным. И мы открывали, когда первый клуб в Челябинске, у нас там был 14-й год, мы открывали клуб в кризис непосредственно. Поэтому, что называется, кому совет нужен, я думаю, что Илья не откажет. Я говорю, но вообще я не самый приятный человек. Он все время вот прикрывается вот этим вот, что он не самый приятный человек. На самом деле, это нормальный человек. Вот. Спасибо тебе большое. Привет команде. Всем спасибо. Хорошего дня, коллеги. И надеюсь, скоро это безумие закончится. Да, мы все на это надеемся. Давайте будем двигаться дальше. И я еще раз попробую Кристину Русакову подключить, потому что Кристина отписалась, что она в чате. И, соответственно, Кристина сейчас придет приглашение к видео, и можно пробовать подключиться. Кристина у нас представляет сеть, федеральную сеть Аджим. Это Тюмень, это прежде всего Тверь и город Клин. По-моему, еще Самара, но про Самару я могу ошибаться. Сейчас коллеги меня поправят. Да, пока Кристина у нас подключается. Пока Кристина у нас подключается. Да, коллеги, тут хотелось бы отметить интересную ситуацию. Если у кого-то такая же, напишите. Нам очень интересно, что ребята не остановили продажи, что они абсолютно точно уверены, что они откроются 1 сентября и, собственно, продают карты, начиная с 1 сентября. То есть это очень интересная идея. Если у кого-то есть такой же кейс, напишите нам, пожалуйста. Потому что пока мы, собственно, как раз понимаем, что в нашем горизонте есть только один клуб, который так делает. Да, что-то у Кристины опять не подключается, у нас не получается подключиться. Так, тогда давайте будем двигаться дальше. У нас есть не только российский опыт, и мы вообще стараемся встречаться с коллегами из разных государств. Мы достаточно неплохо смотрим на рынок Казахстана и дружим с братским государством Беларуси. У нас сегодня есть предложение, приглашение наше приняло пообщаться Игорь Кудряшов, основатель сети клубов «Адреналин» государства Беларусь с базой в городе Минск. Сейчас Игорю тоже высылаю приглашение, и мы пробовать будем пообщаться с ним. Игорь, можно пробовать подключаться. Я тут. Здрасте. Да, и здрасте. Слышно меня, да? Слышно, прекрасно видно. Илья, спасибо большое за приглашение. Очень рад присоединиться к вашей банде. Да, мы стараемся всех так немножко держать в каком-то контентно-обменном тонусе. И, с одной стороны, насколько мы выяснили, мы понимаем, что рынок Беларуси на сегодняшний день не является пока еще закрытым рынком, или, как мы это в России называем, обнуленным рынком. Но сложности, по-моему, у вас примерно те же самые, судя по тому, о чем мы общались. Да, ситуация нестандартная. То есть, де-факто, прямых карантинных мер у нас нет. Шеф сказал работать, все работают. Но люди сами себя самоизолируют, многие. Плюс очень много компаний ушло на дистанционное обслуживание клиентов. Айтишники практически все работают дома. И падение у нас на сегодняшний день в посещаемости составляет от 50 до 70%. А какие у вас ожидания? То есть, как вы думаете, у нас? Дело в том, что у нас вообще припадок-то случился буквально две недели назад. До этого все было более-менее нормально. Но потом начались, там, заболели 200 человек, мы все умрем. И началась повальная вот эта вот истерия. Поэтому мы пока еще не понимаем, ну, насколько долго, насколько долго продлится именно падение посещаемости клуба. Вот. Что касается конкретно падения посещаемости, допустим, фитнеса группового, то до 100%. Ух ты! То есть, практически полная остановка, да? Да. То есть, вот у нас есть пример. У нас тренажерный зал, а за стенкой фитнес-клуб. Фитнес-клуб неделю закрыт. Потому что три человека приходят на занятия, на которые раньше 25-30. Вот такая ситуация. Наши групповые занятия еще как-то держатся. Да. Но лично я подозреваю, что это происходит лишь потому, что мы не замораживали никому абонемент. Только если там дети болеют или возраст там у человека, он в группе риска, тогда мы шли навстречу. А так мы просто абонементы не замораживали. И люди, естественно, не хотели их терять. Сейчас кряхтели, но занимались. Абонемент заканчивается, человек вымывается, сидит дома. Плюс многие инструкторы, в основном девушки, они боятся заразиться непонятно от кого, непонятно с чем. И прячутся по домам. Естественно, клиенты их тоже не хотят. Вот такая вот ситуация. Естественно, на этом фоне проблемы с выплатой аренды у клубов происходят. Но пока наши партнеры-арендодатели не спешат помогать. Но опять-таки еще очень мало времени прошло. Поэтому, возможно, они еще не поняли глубину проблемы. С командой что происходит с точки зрения персонала? То есть есть ли какие-то задачи, связанные с сдерживанием, удержанием? Что делаете, чтобы понимать, насколько у нас все это одинаково или не очень? Конечно же, все работают. И никто не хочет добровольно сидеть дома, кроме боящихся девушек. И то есть примеры, когда посидела дома недельку, а кушать хочется всегда, и уже сегодня вышла на работу. Вот. Что еще такого нет? Какие вообще в целом у вас, наверное, с точки зрения ваших пониманий тех тенденций, которые есть относительно решений правительства? То есть вы ожидаете закрытия или пока это невозможно предсказать? Прямо сейчас вот шеф докладывал правительству, что он не видит вообще никаких причин ни для каких закрытий. Ну, может быть, я даже с ним соглашусь, потому что одна стотысячная процента инфицированных в стране, ну, это ничто. То есть почему надо все останавливать и всем, как он сказал, а что мы будем жрать? И он правильно сказал, потому что у нас у страны нет ресурсов для того, чтобы все остановить. Но мы-то как раз сейчас вот это и ловим. То есть у нас, будучи остановленными сектора экономики там среднего бизнеса, для, конечно, статистически незначительной доли населения приостановили потоки, и это бурление, оно есть. Вот этот вот диссонанс. Игорь, еще один вопрос. Его, может быть, вы говорили, но его хочется проговорить еще. Вот когда мы обсуждали с коллегами вероятность закрытия клубов России, коллега Ростовский, Игорь Риткин, он озвучил такую фразу. Вы знаете, как только я пойму, что мне будет работать менее выгодно, чем не работать, я клубы закрою. Но в итоге закрывались по распоряжению. Вот у вас есть какое-то там, как у владельца или основателя, какая-то точка, ниже которой вы точно понимаете, что вы работать не будете, и если там произойдет вот эта группа факторов, то вы встаете на паузу. Или вы пока не мыслите? Буквально на выходных мы там, наблюдая, посещаемые выручки с партнером, обсуждали этот момент. И так пока решили прекратить его обсуждать, потому что это все на нервную систему не очень хорошо действует. На накручивание и неконструктив. Поэтому пока надо людей, тех, которые ходят, ну вот 50% уже людей ходят, почему мы их должны лишать оплаченных услуг? Из-за того, что нам там что-то не выглядит. К тому же, что вообще трудно даже себе представить, насколько должно упасть, там, мы не знаем, на 80% посещаемость, для того, чтобы мы закрыли именно тренажерные залы. А онлайн-тренировки, да, мы их будем сейчас запускать. Спасибо Могу Фитнесу, там, ну, про пиару его немножечко, да. Они нам помогли и там подключили нам возможность проведения онлайн-тренировок и записи на них, но так как у нас вообще доля фитнеса, чистого фитнеса в наших услугах невелика, нас это, как говорится, не спасет. Но, естественно, это надо делать, потому что этим людям, которые сейчас наедают дома бачка, им тоже надо какое-то движение произвести. Хорошо. Спасибо, Игорь. Спасибо большое. Спасибо, Игорь. Да, будем держаться, будем на связи. У Юли вот собака ходит прекрасная, кругами, замечательная Ева. Игорь, удачи. Да. Дай бог, да, чтобы сценарий был другой. Точно, чтобы... Я так считаю, две недели назад, реально, все те же комментарии, чтобы не было там падение выручки. Дай бог, Игорь. Да, так, еще раз я предприму попытку подключить Кристину, что называется, мы настойчиво пытаемся связаться с коллегами из ближайших к нам городов и весей. Игорь вот отключается, и Кристине приходят, соответственно, подключения. Кристина, видимо, что-то все-таки не получается у нас подключиться. Давайте попробуем подключить Валерию Заманскую. Валерия у нас руководитель клуба сети «Фиттро». Это город Ростов-на-Дону. Давайте попробуем. Да, сейчас я делаю. Значит, соответственно, Валерию ищу. Валерия Заманская, да. Да. Значит, пробуем Валерию подключить. Валерия, здрасте. Здрасте, здрасте. Да, но у вас была очень плохая связь, поэтому если буду прерваться, ну, извините. Она, знаете как, если плохая связь, то нужно обновлять конференцию на всякий случай, и если будет плохой сигнал, мы с вами на аудио перейдем, как планировали. Да. Валерия. Ага. Так. Сейчас нормально. Юль. Да. Задашь вопросы? Да, сейчас нормально, да. Валерия, слышно? Да, все хорошо. Прекрасно. Давайте тогда начнем. Расскажите, пожалуйста, как сейчас дела, да, какие вы меры предприняли, когда клуб, когда понимали, что уже клубы будут закрываться, ну, и, собственно, с чем живете сейчас? Юля, услышала только первую часть по поводу того, когда будут клубы закрываться. Наверное, меня совсем плохо слышно, да, или у Валерии связь, и я. Давайте попробуем перейти на звук, уберем картинку, как мы с вами репетировали этот сценарий, просто попробуем микрофоном пообщаться. Окей, давайте так, так лучше. Нужно пять секунд подождать и вместо камеры включить микрофон. Да, Валерия. О, супер, да. Юль, общаетесь? Да, я сейчас исчезну из эфира тогда. Макс помогает, если что, и мы продолжаем. Да, можете, Юля, еще раз повторить вопрос, потому что я услышала только первую часть. Валерия, добрый день еще раз. Я хотела задать следующий вопрос, он, собственно, общий для всех. Скажите, пожалуйста, когда узнали, что клубы у нас будут на карантине закрыты, какие антикризисные меры, прямо можно по пунктам перечислить, вы предприняли, вот как, собственно, сетики по клубам? Ну, давайте я начну сначала. В любом случае есть блок клиентов, есть блок сотрудников, соответственно, есть блок оперативной текущей работы. И уже дальше, там, с разделением по, в любом случае, по подразделениям клубов. Да, то есть если начать, соответственно, с клиентов, нам, в первую очередь, нужно было оповестить, поэтому все каналы коммуникации с клиентами мы переключили на инфо, на уведомления, на то, как сейчас мы с ними будем взаимодействовать, каким образом и через какие каналы будем с ними взаимодействовать, и, соответственно, проинформировали о том, что мы закрываемся. Да, то есть это и пуш-уведомления, это изменения по IP-телефонии, это уведомления через e-mail, ну, то есть все каналы коммуникации с клиентами. Какая у вас реакция была от клиента? Вы знаете, ну, могу сказать, что было понимание, мы просто были не первым городом, который закрыли, и, соответственно, так как клиенты уже видели информацию, да, они все достаточно с пониманием относились, и наоборот, мы видели хорошие комменты, то есть они писали о том, вот, очень жаль, мы ждем, будем ждать, когда вы откроетесь, ну, то есть не было у нас какого-то негатива, и я надеюсь, что его не будет, потому что, ну, клиенты понимают ситуацию. Скажите, пожалуйста, что касается онлайн-уроков, сейчас как у вас ситуация? Вы ведете ли где-то их открытыми для всех, или у вас есть свой закрытый канал, есть ли персональные уроки онлайн, если есть, то что вы? Ну, значит, на сегодняшний день у нас ведутся онлайн-трансляции, они ведутся через Инстаграм, у нас по Фитрону на пост с расписанием более где-то 800 интеграций, более 800 просмотров прямого эфира, на тренировке присутствует до 100 человек, да, это та реакция, которая у нас на сегодняшний день есть, по онлайн-трансляциям. Также у нас еще будут запущены, прям вот мы сделали такую онлайн-фитнес-карту для наших действующих клиентов, это именно лояльность к клиентам, абсолютно бесплатные, бесплатные услуги, туда будут входить не только онлайн-трансляции, но и тренировки по закрытым нашим каналам. И также будут у нас другие видеоэфиры, мастер-классы, вебинары, ну, то есть разная именно информационная важная активность, будем учить наших клиентов правильно тренироваться, поддерживать иммунитет, здоровый образ жизни вести, даже, ну, наверное, в сегодняшней ситуации. Поэтому весь этот пакет для клиентов мы на сегодняшний день внедряем. Еще не все внедрили, но планируем дозавершить, ну, наверное, до среды, до четверга вот этой недели. Ну, Валерий, еще такой вопрос, не задавали сегодня еще никому участников. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что очень многие клубы сдают в аренду оборудования, очень популярный сайт, вы имеете целые наборы. Есть ли у вас такая услуга? Нет, вы знаете, мы пока такую услугу не вводили. Нет, пока не вводили. Мы тоже слышали о том, что она есть, даже есть и у нас в городе. Пока мы еще не вводили, даже не буду ничего, наверное, там говорить, за или против, но мы пока этого не делали. У нас были запросы, точечные были запросы от клиентов, поэтому, возможно, действительно будем рассматривать и такой вариант. Лер, в принципе, у меня вопросов нет, в принципе, все понятно. Вот здесь есть вопрос, мы говорили про 100 клиентов, какой процент клиентской базы. 100 клиентов, я так понимаю, что вы, Константин, еще раз... На одной тренировке. А, на одной... Это какой процент? Это, да, это одной тренировке. Но, понимаете, мы же не знаем, какие клиенты с каких клубов, поэтому, наверное, неправильно считать это... Можно, конечно, от всей базы считать, от всей базы это получается, ну, два. Я поняла, хорошо, спасибо вам огромное, что поделились с нами. Я желаю вам всяческих удач. Как думать с последним вопросом, когда откроемся? Конечно же, 1 мая. Ну, на самом деле, есть доля юмора. Надеемся на 1 мая, вот, но предположение, что все-таки это продлится до 1 июня. Ну, это мое личное, наверное, предположение. Но у сотрудников, что самое главное, на мой взгляд, на сегодняшний день, у сотрудников, у большей части, пока еще сохраняется достаточно позитивный настрой, они ждут кончания всего этого периода, активной работы, и на сегодняшний день части из них уже не останавливаются в свою деятельность и работают. Все, прекрасно. Я тогда с вами прощаюсь. Давайте еще попробуем Юлию Тулупову включить. Сейчас помогут. Сейчас, секундочку, коллеги. Так, коллеги, мне говорят, что все-таки у нас не получится. Соответственно, давайте включать коллег из Сочи. У нас очень активный сегодня юг. Молодцы, ребята. Поэтому давайте у нас будут в эфире основатели клуба «Резиденция». Это Владимир Маргина и Марина Скибинская. Ребята, мы вас ждем. Добрый день. Привет. Привет. Слышно нас? Нам вас хорошо. Да, нельзя перевернуть картинку. Прекрасно. Ребята, мы в эфире, поэтому давайте начинать. Собственно, вопрос важный. Я помню, что как бы юг у нас от Москвы отличался ровно в неделю. То есть вы закрылись через неделю после того, как закрылись мы. Поэтому расскажите, пожалуйста, мы бы понимали, что вы закроетесь. Как готовились к этому мероприятию? И что на данный момент у нас с вами есть? Если честно, мы как юг, как всесоветская здравница, которая всю жизнь помогала людям с респираторными заболеваниями, мы до последнего верили, что Сочи уж точно не затронет это. И поэтому для нас это все равно было внезапно. Но на всякий случай мы подготовились и уже тогда мы обсуждали с сотрудниками пару собраний, сделали про то, чтобы они думали онлайн и марафоны, то есть чтобы они, если что-то произойдет, были морально готовы. Ну и когда вот этот день случился, мы записали видеообращение в сети и рассылку сделали, что вот руководители говорят, что мы не закрываемся навсегда, что это временная мера, что мы с вами будем онлайн. Пишите нам куда, в директ любых соцсетей, и мы всегда будем с вами на связи. Слушайте, а клиенты как отреагировали? У нас же такая особенная история. Клиенты, они еще когда эта истерия начиналась, вообще вся история, они умоляли не закрываться. То есть уже многие на работу переставали ходить, но к нам у нас прям наплыв был народ. То есть люди, к счастью, в Сочи понимают, что фитнес он не совсем рассадник, да, заразы, и может благодаря тому, что у нас такое большое пространство и нет каких-то мест, больших скоплений людей, то есть люди прям приходили и свято верили, что нас не закроют. Потом мы уже, естественно, получив это постановление, увидев его, с теми, кто на тот момент был в клубе, мы провели прям беседы. Спасибо нашим резидентам, они очень такие понимающие и сочувствующие. Естественно, как Марина уже сказала, всем разослали сообщения, со всеми на связь. У нас все, у всех сотрудников, которые ответственны за коммуникации, у них есть доступы и в CRM, и к рабочим ресурсам, к почте, к мессенджерам. То есть все на связи, в любой момент мы общаемся и держим связь, скажем так. Но мы даже об этом не говорим, что мы продлили, естественно, все услуги, даже платные с ограничением, все карты, это безусловно. То есть, мне кажется, все это сделали, поэтому мы об этом даже не говорим. Ну и самое интересное, у нас все это, хотя бы хотела подчеркнуть, знаете, у нас тоже, у нас было два этапа, они немножко пролонгированы были во времени, это когда все осознали, что клубы закроются, и вот прям был наплыв людей, это направление. То есть вот так было в Москве, знаю по себе. Потом уже был такой истук, и, конечно, мы теряли посещаемость, мы теряли выручку, мы теряли внимание наших клиентов. Давайте про внимание клиентов, как сейчас обстоят дела. Я знаю и видела, что вы ведете, как и все, да, многие онлайн-тренировки в Инстаграм. Я понимаю, что это бесплатно для всех. Есть ли какие-то закрытые группы, соответственно, с тренировками платными? Если есть, то сколько стоит? Ну да, онлайн, как показывает практика, у нас, ну в силу того, что в клуб нельзя приходить, а как многие уже отмечали, не у всех дома соответствующие условия для съемки, там, для записи эфира, то многие наши тренеры, ну кто-то вот благодаря тому, что у нас сейчас погода хорошая, у нас плюс 17, то есть многие на улице, прямо возле дома записывают какие-то тренировки, ну и у нас, в принципе, благодаря этому, ну, оживился YouTube наш канал и, ну, получая обратную связь, в том числе подключили сейчас резиденты, которые были нашими резидентами, но сейчас находятся в других городах, часто там в Москве, дома, ну, был запрос именно подгружать это все на YouTube, потому что можно посмотреть в любой момент, то есть прямые эфиры, они сохраняются там всего сутки, да, и я из своей даже практики, то есть прямой эфир нельзя на какую-то минутку там перемотать, да, есть там Instagram TV, но больше все-таки удобнее YouTube, и мы приняли решение, что мы сейчас просто записываем тренировки и выкладываем их на наш канал, вот, а по поводу того, что мы делаем платно, мы сейчас набираем группу, мы запустили марафон 21 день с нашими тренерами, и в нем могут принять участие абсолютно все, ну, в том числе и не наши действующие клиенты, то есть это такая история про стань резидентом, не покупая карту в резиденцию, вот, это будет закрытый аккаунт в Instagram, мы пока пока подключили только эту площадку, сейчас пока собираем лиды, есть заявки, есть заявки из действующих клиентов, есть даже заявки от Маковских, наших друзей, которые не наши клиенты. Сколько стоит участие в марафоне? 2000 рублей. То есть мы пошли бюджетным путем, поэтому мы это сделали именно в Instagram, а не на другой площадке, и под ключ, так же, как и вот эти интенсивы, похудея за 3 недели, похудея за 2 недели, все так же, постоянно консультации специалистов, и они у вас. Ну, здесь акцент именно, да, на цифре 21, то есть это такая, да, многие эту цифру воспринимают как способ привить определенные привычки, либо отбить какие-то вредные. И для чего мы сейчас вообще все это делаем? Основная задача не распустить тренеров и не дать им расслабиться, потому что самое главное сейчас для всех сохранить привычный ритм. Если мы им дадим болеть в дураках, даже мы на этом сильно не заработаем, нам это не поможет вытянуть потом налоги и так далее. Но если они сейчас начнут думать обо всем на свете, то, конечно, только о самом плохом, и, естественно, это негативно скажется, ну, либо вообще разъедутся по своим регионам, городам, либо на их настрой, что потом негативно скажется на взаимоотношениях с клиентами. Поэтому у нас и онлайны бесплатные, лишь бы люди работали. У нас, смотрите, есть вопрос про то, что входит в марафон. Кратко можете сказать? Я услышала, что для того, чтобы тренеры не расслаблялись, но я подозреваю, что не вся команда, да, участвует в марафоне. Нет, нет, два человека. Два человека. Тогда что еще в это занятие входит в марафон? Так. Сейчас, Марина, зачитали. 21 тренировка. Каждый день новый комплекс упражнений. 21 тренировка, то есть каждый день какие-то тренировки. 21 рекомендация по питанию. 21 новая полезная привычка. 21 домашнее задание. Ну, все это идет 21 день. Контроль выполнения. Обратная связь от кураторов. Плюс прямые эфиры, то есть тренер задействован по максимуму. И в итоге еще и приз. То есть в финале те, кто добьются самых значительных результатов, там будут замеры определенные, среди тех, кто получит хорошие результаты, те… Вот этот пост вот здесь вот написано. Вот здесь вот в этом посте расписано про эту программу. Вот. И приз такой. Да. Я буду понимать, что у меня очень здесь почему-то сегодня плохо со звуком. Ребята, за марафон тренером вы оплачиваете? Да. Оплачиваем. Мы можем… 50 на 50. 50 на 50, правильно? У вас вот здесь есть еще опыт, что ребята не собрали онлайн-марафон, что неинтересно, люди деньги экономят. Как у нас в Сочи дела? Люди экономят. А сколько стоил тот марафон? А какая цена, да, марафон? Давайте мы чат тоже откроем, посмотрим. А сколько стоил марафон? Задам вопрос, коллеги, вот у кого не пошел онлайн-марафон, напишите, из какого вы города и так далее. Еще вопрос. Прямые эфиры оплачиваются ли тренером и какая ставка? Нет, нет, не оплачиваем. 1500 ставок, наверное, пишут. Мы объяснили тренерам, что у нас нет бюджетов сейчас поддерживать их, эти тренировки, но нам всем нужно сохранить резидентов и нам всем нужно держаться вместе и помогать друг другу. То есть таким образом они смогут сохранить лояльность и получается вся эта возможность нам дает в соцсетях бесплатно добавить дополнительную аудиторию. То есть сейчас люди сидят в соцсетях и у каждого тренера, если он будет действительно крут, есть возможность влюбить в себя и притянуть к колбу больше людей. Вот поэтому, собственно, мы им это донесли и не оплачиваем, ну и, собственно, нам нечем оплачивать. Не, ну это, да, это способ, на самом деле, привлечения, это такие, ну, и это тренировка для тренера, ну, то есть такое обоюдное, да, положительное и win-win такой, на самом деле. То есть такая ситуация впервые. Я про приз можно закончу, про марафон, почему мог не зайти в марафон? Ну, мы понимаем, что просто так проходить марафон, окей, сейчас правда, как Илья уже говорил, там очень много на выбор тренеров в пиковое время, какой смысл мне проходить марафон? Здесь мы дарим карту оффлайн в резиденцию, то есть по итогу человек получит, ну, вполне себе такой денежный приз, да, скажем так, вот, и ощутимый приз. И подготовиться к фитнес-клубу, потому что у некоторых, как показывает наша практика, есть страх вообще по ходу в фитнес-клуб, если я еще не готов, а после нахождения на самоизоляции, карантине, многие в такой форме могут прийти, не очень готовы к фитнесу, а мы, по сути, готовы. Еще мы столкнулись с тем, что действительно есть люди, которые хотят помогать, а помощь они видят в том, чтобы брать персональные тренировки. Мы долго думали, сколько она должна стоить, потому что опустить ценность тренера для клиента, особенно если он ходил к нему в резиденцию, ну, это, наверное, уже навсегда. И мы, собственно, как некоторые понизили на 200 рублей меньше, да, у нас тут оффлайн, онлайн. Да, идет, конечно, не активно, конечно, их очень мало, но те, кто хочет, занимаются. Плюс обратная связь, почему люди не хотят заниматься онлайн персонально, потому что, ну, они это всякими плохими словами ассоциацией называют. Ну, то есть это бестолковое вообще времяпрепровождение. И, по сути, получается, что если после всей этой ситуации у людей останутся деньги, то они захотят ходить в клуб и захотят ходить все-таки к персональным тренерам. И нам сейчас важно эту ценность не убрать, потому что у нас один тренер пошел в разнос по 100 рублей и продает себя. Вот, и мы понимаем, что мы уже не вернем ему коммерческий класс по 500 персоналки и так далее. Хорошо. Ребята, как вы думаете, когда это все кончится? Когда мы откроемся с вами? Мы бы хотели 1 мая. Ну, 1 мая хотим. На майские хотим. Ну, как-то же день победы. Посмотрите, в Краснодарском крае пока показывают, что тенденция такая положительная. Плюс еще же на карантин, оказывается, отправляют всех, кто из Москвы в Сочи прилетает, из Москвы и Питера на 14 дней. Поэтому надеемся, что край и полномочия губернатора позволят нам хотя бы к маю-то все победить. Да, в целом, конечно, хотелось бы, чтобы все... Я вам желаю удачи. Спасибо вам огромное. Спасибо вам большое. Удачи всем нам, всей институтой. И держаться надо. Держимся друг друга. Спасибо вам, что держите нас таким образом. Спасибо вам, ребят. Удачи. Итак, коллеги, у нас с вами последнее включение. Мария Евсеева. Мы с вами сейчас едем в Екатеринбург. Мария у нас является управляющей в Екатеринбурге клуба «Гоуджим». Сейчас мы постараемся включить. Так, Юлия, давайте с вами попробуем. Слышно? Нет, Юль, вас, к сожалению, никак не слышно. Увы, увы. Давайте попробуем Машу. Юля, так, голосом. К сожалению, да, у нас никак не получается включить. Мы все-таки 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 просто, к сожалению, действительно просто не в порядке у нас с сервисами. Понятно, что все ушли. Все у нас ушли в онлайн. Кристина? Да, здрасте. Меня видно, слышно? Да, Кристин, дождались у вас. Давайте еще раз попробуем. И Кристину опять не слышно и не видно. Сейчас, коллеги, еще немножко подождем. Видно, слышно? Проблема расклечет не сервиса. Юля, я. Слышно меня? Вас слышно меня. Видно, слышно? Да, Кристин, вас слышно, видно. Добрый день. Добрый день. Рада вас видеть. Взаимно. Как у вас дела? Собственно, дела у нас в Тверской области хорошо. Наверное, Тверская область единственная в России, которая сейчас не настолько жестко подвержена ситуации с коронавирусом. У нас работают заводы производства, у нас нет блокпостов, режима самоизоляции и пропусков, как во многих других городах. Московская область, естественно, выделяют с тем, что там все закрыто и там намного строже. Тюмень, Самара, естественно, тоже. И да, у нас тоже есть Самара, как я сказал. Все правильно. Хорошо. Ну, понимаете, да, до поры до времени у нас такая нестойкость. Ну, дай бог, чтобы это все-таки продлилось хотя бы где-то, такой маленький уголочек, спокойствие и все. Сценарий, на самом деле, один и тот же, поэтому, слава богу, у вас есть время подготовиться к временам, когда все будет не так прекрасно, как сейчас. Поэтому расскажите, Кристин, о тех городах, в которых уже строго, где ваши, как же готовить? Клубы у нас закрыли везде, Юлия. Сперва мы закрыли Московскую область, потом мы закрыли Тверь, потом мы одновременно закрыли Тюмень и Самару. Собственно, из-за того, что закрывались постепенно, уже поняли, как с этим работать и что можно делать. Активно сразу же вышли в онлайн, как все мои коллеги. Ведем трансляции в Инстаграме и в ВК-лайв. Причем заметили, что ВК-лайв и Инстаграм – это абсолютно разные аудитории. Плюс, пользуясь огромной партнерской сеткой, мы вышли на городские порталы. Например, Твери. И проводим прямые трансляции, онлайн-тренировки на больших городских пабликах ВКонтакте. Тоже получаем очень хороший фидбэк. Исходя из нашей диджитализации нынешней, мы разработали маску в Инстаграме, которую сейчас ждем на модерацию. Отправили. Тоже очень хороший фидбэк получаем уже просто с пресетов даже от этой маски. Естественно, аудитории растут, растет количество подписчиков, растет количество охватов. На одной тренировке у нас может единовременно заниматься по 100-150 человек с учетом охватов по 1200-1500 за общий эфир. Кристина, поделитесь, пожалуйста, с нами опытом. Вы сказали, что вы пробрались на какие-то городские порталы. Да. Слышала. Это вот как все произошло. И, собственно, я понимаю цель. Цель, да, привлечь аудиторию, которая с вами, познавшись, потом узнает вас, придет к вам. Собственно, как действовали? Потому что это хороший фидбэк. Собственно, как действовали? Мы понимаем, что мы закрыты. Мы понимаем то, что наша аудитория в социальных сетях, она ограничена только нашими подписчиками. Маркетингового бюджета нет, рекламы нет. И я просто начала писать всем администраторам групп ВКонтакте, крупных городских групп с предложением онлайн-тренировки. Изначально очень многие пытались просить меня деньги за эти эфиры, но исходя из ситуации и социальной ответственности наших фитнес-клубов, вообще сети в целом, во всех городах присутствия, люди достаточно легко идут к нам на встречу и проводят для нас подобные эфиры бесплатно. Вы говорили про разную аудиторию, Инстаграм и ВКонтакте. Да. Подробно скажите. В чем мы заметили разность аудитории? Во-первых, изначально по запросу клиентов о тренировках. Если Инстаграм – это что-то более динамичное, это что-то более такое вот подвижное, то ВКонтакте заходит что-то более спокойное, серии пилатеса, йоги, стрейчинга. И ВКонтакте для нас это более возрастная аудитория сейчас, и это даже видно по активной статистике, нежели в Инстаграме. Скажи, я правильно понимаю, что, соответственно, это для всех. Есть ли какие-то тренировки персональные, то, что делают коллеги за дополнительную плату? Смотрите, мы, наверное, с коллегами отличаемся тем, что в наших клубах наши тренеры, они наши партнеры. Они у нас все ИП, они на аренде. Вот. То, что они сейчас делают в рамках своей деятельности, мы им помогаем, мы их поддерживаем, но отдельно мы для них сейчас ничего не коммуницируем, не создаем никакие кабинеты. И, естественно, совместно мы не продаем 50 на 50 их тренировки. Они продают их сами для себя и сами на себя. Мы со своей стороны им помогаем это сделать, мы их анонсируем, мы рекламируем. Я пишу для них мануалы по запуску рекламы в Инстаграме и ВКонтакте, но это их деятельность. В рамках площадок Атлетика такой практики нет. Вот эти прямые эфиры, которые у вас идут бесплатно для всех, там, собственно, те же ребята задействованы? Да, в том числе это наши персональные тренеры, это наши групповики. И они работают на этих эфирах бесплатно, безвозмездно. Они работают в первую очередь на свой имидж, они работают на имидж компании. И хочу заметить то, что Атлетик Джим – это такое здоровенное комьюнити людей, которые любят то, что они делают, любят друг друга. Это большая семья. Да, и сейчас у нас такая полная мобилизация всех наших городов, всех наших сил. Поэтому вопрос из серии «А вы заплатите мне за прямой эфир?» никогда не стоял и никто его не задавал. Слушайте, ну я вот прям срезюмирую нашу с вами сейчас беседу. Очень интересно, да, то, что если у кого-то тренеры на ИП, это действительно хороший порт посмотреть на те порталы, которые есть, все сообщества, которые есть в соцсетях, в плане города, да, правильно я описываю? Да, да, абсолютно верно. Договориться с ними, да, то есть я же, я думаю, что есть какая-то возможность, они уже совсем не хотят бесплатно за какие-нибудь цены. Плюс небольшой лайфхак, перебью вас, Юлия. Я в том числе продавливала пару сообществ таким образом через спорткомитет, которым в том числе мы всегда помогаем. Ну, прекрасно. И, соответственно, да, если ребята на ИП, то можно и предложить это в рамках пиара, соответственно, себя обозначить и дальше уже, чтобы они самостоятельно зарабатывали на жизнь в это время. Скажите, а не боитесь, что они, какая работа с ними еще проходит? Потому что они вроде как в самостоятельном полете, вроде как, да, вы с ними, несмотря на то, что все так коммуницируете, то есть не кажется ли вам, что вы их можете потерять в целом, или что они дальше будут самостоятельно? Я не думаю, что мы их потеряем, потому что сейчас вообще для фитнес-индустрии достаточно сложное время. И в рамках городов, допустим, если взять Тверь, то мы достаточно неплохо держимся и неплохо идем, опять же, по тем же активностям в интернете. И конкуренты, в принципе, не смогут предоставить им аналогичные сейчас условия. Это, во-первых. Во-вторых, опять же, это семья. От семьи в сложные времена не уходят. И мы в этом более чем уверены, потому что, мне кажется, все, кто видел нашу большую команду на любом выступлении, а у нас приезжают из всех городов, не знаю, чуть ли не автобусами, но вот это могут подтвердить. И плюс мы сейчас помогаем и развиваем тренеров. Опять же, я говорю, я им сейчас помогаю с мануалами по настройке рекламы, по ведению социальных сетей. И в том числе, я веду с ними работу по их собственному развитию, они это ценят и понимают. Вы большие молодцы, я думаю, господинцы. Спасибо большое. Последний к вам вопрос. В честь технических Ольга спрашивает, как вам дали доступ к группе, чтобы вы не приняли в городе? А это, на самом деле, очень легко делается. Мы договариваемся с Тверским порталом. Тверской портал на время, ну или там другой региональный, на время проведения трансляции делает редактором нашего тренера. Тренер через ВК Live заходит на время трансляции, естественно, через их площадку, после чего их удаляют. И давайте последний вопрос от меня еще. Вы карты не продаете сейчас, как у нас коллеги делали? Нет, абсолютно никакой деятельности. Мы по продаже карт сейчас не ведем. Все клубные карты действующих клиентов заморожены на момент простоя. То есть заморожены на какой период у нас? До возобновления деятельности у нас все постановления до отмены. Без дат. И, Кристина, вопрос про менеджеров по продажам. Они сейчас как? С менеджерами по продаже мы также ведем активную работу. У нас обучение постоянно проходит. У нас создана библиотека знаний. У нас туда подгружаются постоянно какие-то книги. Мы всегда на связи. Плюс мы сейчас все вместе ведем наши социальные сети. То есть что значит все вместе? К примеру, один день, одна рубрика. Какое у тебя хобби и как ты справляешься с тем, что ты находишься так много времени дома? Генеральный директор показывает, как чистят аквариум. Я обожаю сад и огород. Я показываю, как я пахаю, пашу грядки. Наши менеджеры как рисуют, поют, шьют, вышивают и все остальное. То есть мы постоянно на контакте, ребята параллельно учатся, параллельно сами создают контент. И в принципе все нормально, мы все всегда общаемся и на связи. Но естественно заработную плату в том числе мы сохраняем, как многие фитнес-клубы. Я сейчас слышу, что они отпускают сотрудников своего административного отпуска. У нас такого нет. Молодцы. Хорошо, Кристина, я вам желаю удачи, главное здоровья. И главное сейчас через месяц не опустить руки, потому что мы одно прекрасно понимаем, что это точно закончится. Да, мы этого очень ждем. Хорошо, спасибо большое. Я вас отпускаю тогда. И у нас последний будет выход в эфир. Последний выход в эфир. Кто-то уже с Машей здоровался. Маша, всем привет. Маша, привет. Тебя прекрасно слышно. Как ты слышишь меня? Отлично. Все, супер. У тебя отличная ватарка. Хорошо смотришься. Я надеюсь, так же сейчас выглядишь. Посидела уже дома. Я думаю, что... Конечно. Основное преимущество тех, кто работает в фитнес-клубах, мы как раз можем вот эти онлайн-тренировки и посещать сами. Да, ты посещаешь? Да, обязательно. Все, супер. Маш, расскажи, пожалуйста, все-таки Екатеринбург закрыли позже. Неделю назад, 28 марта. Неделю, ты даже помнишь. Неделю назад. Также мы разговаривали с коллегами из Екатеринбурга, когда не было все закрыто. Расскажи мне, пожалуйста, в принципе, когда ты осознала, что закроют, и что делали на тот момент для того, чтобы прийти к тому, к чему пришли? Благодаря тому, что от Москвы нас отделяла неделя от закрытия, мы успели достаточно большую работу проделать. Во-первых, нам пришла весточка из Америки. Мы же все-таки франшиза американского клуба. Они нам прислали прямо письмо, где, ну, чуть ли не ультимативно, конечно, они советовали нам начать создавать библиотеку тренировок. Выставили нам требования, какие направления, как должна быть съемка вестись, как должен тренер стоять и прочее. То есть целую неделю мы практически провели для создания именно вот этого тренировского библиотеки. Затем уже это выорганизовали, получается, 23-го, да, по-моему, или, не-не-не, в самом первом, 17-го, там, в самом начале была вот эта вот просто, я вообще низкий вам поклон за то, что вы опередили время и предупредили нас, и коллег со всего мира подключили. Поэтому мы были готовы технически, да, к консервации полностью всего клуба. Затем мы полностью начали настраивать онлайн-продажи для того, чтобы поддержать вот такую хоть какую-то финансовую подушку, потому что наш сейчас основной приоритет – это выплата зарплаты за март перед сотрудниками. Затем мы подготовили онлайн-библиотеку, да, и мы все-таки надеялись, как и Москва, нас приостановят доступ для клиентов, сотрудники могут иметь доступ, но, к сожалению, оказалось не так, и поэтому мы также оказались еще во второй ловушке, то есть вообще, в принципе, в клуб нельзя было заходить. Поэтому и до сих пор мы продолжаем историю, пользуется библиотекой вот тренировок со всего мира. Вот, очень активно, кстати, клиенты любят дополнительно еще пользоваться ресурсами Камчатки и Москвы, там, где у нас еще дополнительно наши партнеры клуба находятся. Вот, Дима, тебе привет. Ну и вот, и предупредили сотрудников. Мне очень понравилось, мы провели глобальное собрание, где объявили о том, что, ребят, это классно, когда все надеются на клуб, когда, что мы сейчас вам все расходы там покроем и будем поддерживать и датировать вас несколько месяцев. Но все-таки мы одна команда, тем более, что у нас тренерский состав находится, как вот у предыдущего, да, у Кристины, на ИП, это наши как партнеры, и поэтому победить мы можем только вместе. Поэтому всю прошлую неделю мы потратили на то, чтобы юридические моменты все решить с арендодателями, с налоговой, сдать отчеты, подготовить письма во все организации, где мы их сидим на лицензионных платежах, даже месячных. Вот, и параллельно еще готовили такой гайд для сотрудников, как же им помочь в эти времена. Например, запустили мы рекламу на нашем аккаунте и позволяем полностью самостоятельно тренерам проводить свои тренировки с клиентами персонально и брать оплату себе 100%. Затем подготовили для них, да, сейчас информацию, что же делать им с их ИП, потому что многие ни финансово, ни юридически, к сожалению, не подкованы. Вот, и... И по отделу продаж, то есть мы продолжаем также в онлайне работать, то есть это единственный персонал, который из дома, мы дали им оргтехнику из клуба, они забрали их с собой и работают уже из дома. Телефоны, ноутбуки, компьютеры. Вот, то есть все, что мы успели сделать, и сделаем сейчас. Маша, отдел продаж работает онлайн, ты говоришь, что вы карты продаете, правильно слышу? Да, мы продаем карты. Вы продаете карты с какой-то определенной датой или как бы... Мы подписываем с ними доп. соглашение о том, что карта начинает действовать с момента, когда откроется клуб, когда будет снят карантин, сама... Каникулы вот эти все выходные наши. Маша, а как ты считаешь, ну, собственно, ты бы порекомендовала коллегам делать так же, потому что, ну, что почти у всех не так. То есть продавать карты дальше в онлайне? Ну, смотрите, мы рекламный бюджет весь полностью закрыли, поэтому мы сейчас продаем среди действующих клиентов продление через их рекомендации, через социальные сети. Небольшой поток идет, но по несоизмеримо с тем, сколько мы тратим на поддержание работы отдела продаж. То есть, по сути, мы... То, что они продали, они это и заработали. Вот и все. Поэтому мы все однозначно в плюсе, хоть какая-то у нас там идет денежка, то есть одна-две карты мы продаем. Мы находимся в ценовом сегменте выше среднего, то есть у нас карта стоит 68 500 год. Маша, а что касается отдела продаж, были ли какие-то у вас сокращения, и в том числе по окладной части, что нам скажешь с процентами? У них окладная часть составляет меньше 10% от общей уже итоговой суммы, которую они получают на руки. Поэтому сокращений не было. Их всего лишь 4 человека. Мы распределили их так же, как в графике они работали и в клубе, чтобы у них все равно была возможность как-то передохнуть, потому что когда ты работаешь в оффлайне, переключиться в онлайн очень трудно. Тем более это людям, которые, знаешь, это экстраверты, которые любят пообщаться, которые любят глазами походить, клуб показать, а здесь все в телефон. То есть они прямо сейчас свои скиллы прорабатывают, апгрейдят. Маша, вот это ты говорила про библиотеку, вот этим занятиям. Это для, я понимаю, членов Google Gym или это для всех? Это открытая какая-то картура? Мы сделали сразу же имейл-рассылку по всем клиентам, когда узнали о том, что мы закрываемся и пригласили их пользоваться этим сервисом. И дополнительно еще в социальных сетях их анонсируем. Но так как, видишь, я не имею доступа к админке этого сервиса, я, к сожалению, не могу сказать, там только наши члены клуба либо этим сервисом воспользовались и обычные другие клиенты, которые увидели на нашей страничке информацию. Сервис открытый сам по себе? Да, открытый. Открытый. Ну, я думаю, что, конечно, в этом случае можно говорить про то, что сервис не закрытый, не только для всем клиентам. Хорошо, Маша, традиционный вопрос, когда все закончится? 21 апреля. У нас губернатор, видишь, он нам приостановил деятельность до 20-го числа. Мы прям в большом ожидании, если честно, все сотрудники, все клиенты прям говорили о том, что все, 6-го мы встретимся в клубе. Но вот чудо не произошло, сейчас мы ждем 21-го. Позитивный настрой остается с нами. Все зависит от нас, от нашей головы. Поэтому я верю в то, что это скоро все закончится. Хорошо, Маша, спасибо тебе большое. Я с тобой прощаюсь, мы с тобой прощаемся. Спасибо за то, что поделилась. Коллеги, ну что, мы будем с вами финалить наш сегодняшний день, наш сегодняшний эфир. Я хотела поблагодарить всех участников, кто с нами открыто делится опытом, кто выступает. Если у кого-то есть желание, опять же, обращайтесь ко мне лично, есть во всех соцсетях. Кто меня не знает, меня зовут Юлия Бабошина, я руководитель компании «Петнес-эксперт». Пожалуйста, пишите, что вы хотите и чем именно поделиться с нами, потому что каждую неделю мы делаем вот такой вот вебинар. Мы разговариваем не только с Россией. Видите, сегодня уже поговорили с Минском. Соответственно, давайте резюмировать сегодняшний день. Итак, то, что мы сегодня услышали от наших замечательных коллег, это первое, что все-таки есть возможность не просто за печатной дверью уйти, а есть возможность клубной карты продавать. Если есть какие-то вопросы по этому, можно обратиться к нашим замечательным девушкам, которые выступали, это Мария и Кристина. То есть какие может быть там доп. соглашения и так далее. То есть, собственно, продавать с картой онлайн и как-то удерживать хотя бы, чтобы отдел продаж зарабатывал себе на хлеб. У кого тренеры ФР, соответственно, не бросать их, учить их держать с ними связь, помогать им продвигаться и, соответственно, стараться с ними взаимодействовать все равно для того, чтобы когда клубы открыли, чтобы они к вам вернулись целой командой. Если вы их поддержите сейчас, то, безусловно, они окажутся и поймут всю ситуацию телеком, и они останутся с вами. Я же хочу сказать, что у нас еще раз взят курс на то, чтобы с вами уже думать о том, что будет. То есть мы уже с вами понимаем, что происходит, и мы делаем ровно те вещи, про которые я сейчас проговорила. Третье направление, о котором мы обязательно проговорим и уже начали разговор о том, кто сдает в аренду оборудование, как это в целом финансово у вас получается, какой есть отклик, какой есть отзыв. То есть мы поговорили уже об этом на прошлой неделе, но хотим, чтобы время прошло. Какой-то у нас с вами результат, по крайней мере, в цифрах был, чтобы мы его понимали. И, возможно, есть компании, соответственно, на рынке недостаточно, для того, чтобы, может быть, с ними как-то взаимодействовать дальше. Итак, я с вами прощаюсь, но перед тем приглашаю еще раз. 24-25 апреля коллеги, не сколково мы с вами встретимся, но встретимся, встретимся онлайн. Обязательно весь контент, который мы вам дадим, он будет очень практичным. То есть то, что мы сейчас с миру по нитке собираем от вас всех, и вам за это огромнейшее спасибо. Ребята, мы только вместе, как мы пишем во всех постах, только вместе сможем все это пережить, сможем друг другу помочь. Здорово, что я помню, как мы, в принципе, начали всю эту деятельность. И некоторые шаги и некоторые ошибки, которые были бы предприняты руководителями клубов, которые мы просто говорили, что-то не делать, потому что так делать не надо. Есть какие-то лишние действия по закрытию клубов. Коллегам из Минска хочу пожелать все-таки посмотреть на то, что происходит в России, послушать нас, потому что сценарий, увы, по нашей оценке, 100% повторится, понять, что, может быть, не останавливает продажи, как вывести в онлайн все то, что у вас есть, и каким образом с нами взаимодействуем. Итак, мы встречаемся с вами завтра по 13.00. У нас будет еще один очень хороший вектор, который у нас появился благодаря нашим коллегам. Мы точно понимаем, что мы все с вами люди, не просто руководители, не просто люди, которые работают в индустрии, а мы люди, поэтому завтра будем говорить про стресс, про антистресс, что делать. С Марианой Татарниковой мы будем выходить в эфир, что делать, как себя успокоить, потому что всем нам информация очень нужна. Поэтому завтра, в 13.00, с Марианой Татарниковой мы встречаемся по ссылкам, которые вы можете отслеживать. У нас профили в Инстаграм, у нас профили в Фейсбук, там ровно выкладываются записи, и там также есть информация по онлайн 24-25 апреля. Коллеги, я с вами прощаюсь, наша команда с вами прощается. До следующего эфира, до завтра.